Здравствуйте, рады вас приветствовать в нашей студии. Мы сегодня с вами поговорим о скандале, который произошел во время марша против женского насилия в Бишкеке 8 марта. Вы, наверное, знаете из публикации СМИ, что там произошло. И вы, как силовик, как оцениваете действия милиции, которые они производили вчера во время марша? Ну, по этому поводу я сразу же высказался, как только произошло задержание участников этого мирного собрания. И выступил я достаточно резкой оценкой, резкой критикой. Почему? Потому что я вообще не приемлю подобные методы, тем более в отношении женщин, и тем более в этот день. День 8 марта, Международный день солидарности женщин. И поэтому, более того, когда я узнал уже детали, там, оказывается, зашли в колпаках закрытые маски. Молодые люди, которые стали просто буквально применили насилие в отношении женщин, стали все ломать. Я считаю, что это, во-первых, не мужчины. Надо своим языком называть этих людей, которые спрятали лицо, одели колпаки. Тем самым, во-первых, они опозорили, скомпрометировали себя, потому что у крыгизов никогда не принято так себя вести по отношению к женщине. Они опозорили нацию. Надо так об этом стоять. И более того, все международные средства массовой информации это показали. И показали именно с нехорошей стороны так называемых мужчин, которые одели национальные головные уборы. Да, вот, кстати, много вопросов именно в мировых СМИ вызвали действия милиции. Потому что там даже заголовки, если почитать, женщин избили неизвестные, а потом их задержала милиция. Их задержала милиция. Насколько адекватными были действия милиции? Ну, во-первых, я хотел, повторю то, что я сказал раньше. Уже подавляющего большинства людей есть подозрение, что милиция действовала вместе с этими провокаторами. Потому что их не задержали, задержали безобидных женщин. Отсюда вывод, что они действовали согласованно. А раз так, вот, то милиция обязана этих людей найти и привлечь к ответственности. Показать их, что это за люди. Я уверен, что эти молодые люди, они даже понятия не имели, что они защищают и с какой целью они туда пришли. Их просто туда направили. Как понимаете, так скажем, на скотобойню направляют баранов. Так же примерно их направили. Потому что они не понимали, что они делают. Они даже не читали ничего. Я уже потом эти видеосъемки смотрел. Уже постфактум милиция сообщила, что было задержано 5 человек со стороны этих людей в масках. Будем их так называть. Они называют себя по-разному. Вообще, по вашему мнению, из-за чего могут происходить такие провокации? Почему эти молодые люди напали на участников абсолютно мирной, безобидной акции? Ну, надо у них спрашивать. Ну, я считаю, что это идет от неправильного понимания, прежде всего, своей роли как мужчин. Прежде всего, как мужчин. Они должны понимать, что есть понятие национальных традиций, да? Есть понятие уважения к человеку, есть понятие уважения к женщине. Это, видимо, связано, и надо сказать, что, видимо, и наша вина в этом есть. То, что мы мало об этом говорим людям. Понимаете? Мало воспитываем настоящих мужчин. Вот это проблема тоже. И опять возвращаясь к действиям правоохранительных органов. Вот почему вот это произошло? Почему были задержаны там же на марше именно участницы этого марша, а не люди, которые на них напали? Ну, что вот лично для меня это как-то непонятно. Потому что, ну, по логике вещей, задерживают тех, кто нападает. Ну, это, я считаю, абсолютная безграмотность тех, кто руководил, значит, вот этим подразделением милиции. Другого у меня слова нет. Просто безграмотность. Непонимание своих обязанностей. Надо читать законы. Они, видимо, слепо счетов указаний выполнили. Вот. Не задумываются о последствиях. Видимо, сверху была команда какая-то дана пресекать. Вот. А уже детали надо было на месте смотреть. Пресекать надо было в соответствии с Конституцией, законом о мирных собраниях. Там написано, в каких случаях митинги эти пресекаются. В каких случаях не допускается проведение мирных собраний. Вот и все. А если сверху команда была, значит, надо было ее выполнять руководству и законом. Так всегда было, так и есть. Потому что по-другому просто быть не может. Существует теория Макса Вебера о монополии на насилие. Но оно признается исключительно за государством. Это милиция, это армия. Но принимая во внимание последние, достаточно уверенные действия вот этих мужчин в колпаках, да. Это касается и срыва марша 8 марта, марша против женского насилия. И срыва выставки в феминале. И их безнаказанность, да. С учетом вот этого у вас не складывается впечатление, что у нас государство теряет вот эту монополию? Надо посмотреть немного в истории. Молодежь этого не помнит. Но вы вспомните, вначале были события, связанные с тем, когда, значит, в Аксойском районе, в Аксойском районе, точнее сказать, Аксу это у нас Иссык-Куль, в Аксойском районе Жалобайской области, там было несколько человек, значит, пострадали во время разгона мирной демонстрации и были жертвы. Милиция применила против них оружие. Это когда было связано с митингами защиты Бекназарова, Азимбека. После этого, уже, видимо, почувствовав, что милиция неправильно действовала, в то время весь удар пришел на милицию, решили перестраховаться, решили использовать, значит, конкретных людей против мирных демонстранств. И следующий пример, это было, значит, событие, когда, значит, люди в белых кепках, около 150 человек, одели белые кепки, дали им рюкзаки с камнями, они пытались разогнать мирный митинг, который пришел в 2005 году. Побоялись милицию использовать, думали, так, мы пустим людей, значит, против, значит, тех, кто мирно собрался, таким образом, вроде в стороне, а потом уже милиция подключится, да. Вот это произошло именно из-за первой ошибки, и это осталось в памяти некоторых руководителей, которые не понимают, как надо действовать, и в итоге вот эта тенденция стала сохраняться. Да, давайте еще раз используем, зачем подставлять милицию, да, вспомните, когда милицию побили и в 2005 году, в 2010-м, и решили, что вроде милиция не будет, да, слишком защищать, поэтому давайте еще кого-то будем подставлять вперед, милиция. Это вот такая логика событий стала выстраиваться у некоторых начальствующих людей. Вот, и таким образом, это было феминале, то, что там произошло, безобразие, да, когда стали опять кого-то использовать. Опять люди не понимают, да, ничего в искусстве не понимающие. Я согласен, что надо было эти вещи, я это не принимаю, скажу сразу. Как человек, да, я эти вещи не принимаю, я все-таки консервативного такого, значит, толка человек, да, я их не воспринимаю. Но я исхожу из ситуации, что надо применять закон, где по закону можно это запретить или можно ограничить, понимаете, какие-то действия, не привлекая кого-то. И тогда, значит, получается, что у государства уже, как вы говорите, правильно действует теория о этом применении насилия, когда государство, это все-таки государство, это, так скажем, не просто репрессивный аппарат, это орган, может быть, и принуждения. Потому что больше никому по закону это не дается, здесь никто ничего не выдумывает. И когда государство уже подменяет и подставляет других, тогда государство теряет авторитет. И вот это произошло в 2005 году, когда на вот эти белокепочники пытались противодействовать, население возмутилось, погнали за ними, те забежали в Белый дом и на плечах, образно говоря, противника ворвались и встали, посмотрели, мы захватили Белый дом, захватили власть. Возьмем 10-й год революции, то же самое, значит, там привозят оружие, значит, к форуму, это оружие разбирают, и люди идут на митинг с оружием, и вот вроде бы против вооруженных людей надо применять оружие, начинают стрелять на поражение в голову. Идет возмущение, и опять на плечах противника врываются, захватывают власть. Это вина власти. Нельзя позволять подменять свои обязанности, отдавать их кому-то другому. Если ты государство, ты можешь принудить исполнять закон. Не свою волю, а исполнять закон. В соответствии с законом в мирных собраниях даже не надо решение судов. Там написано, что в ряде случаев, когда речь идет о безопасности, когда речь идет о здоровье населения, когда речь идет о том, чтобы не нарушить общественный порядок, местные территориальные органы правопорядка, местные органы внутренних дел или местного соуправления могут или ограничить, или запретить. Только в этом случае может быть запрет. А так никакого основания нет. То есть мы, если руководствуемся законом о мирных собраниях, там написано, что дается только уведомление, и власть местная обязана все предоставить, то есть не препятствовать. Единственное, они могут запретить или ограничить только в случае, когда идет угроза общественной безопасности и так далее. Это все в законе четко прописано. Ну пропаганда против женского насилия, я думаю, она даже необходима у нас. Конечно, безусловно. Я возвращаюсь к теме марта, который сорвали. Безусловно, это опять-таки, если возвращаясь к этому мидингу, пропаганда против женского насилия, это как раз сохранение наших традиций. Такого никогда не было. Потому что кыргызская женщина всегда была уважаемая. Тем более для кочевого образа жизни все лежало на плечах женщины. Никогда не было, чтобы женщина подвергалась такому унижению. Если подвергалась, то уже потом, сами знаете, к чему это приводило. Понимаете? Особенно, когда стали исследовать образ жизни вести. Вот, допустим, на юге, в Урхуя, когда, вы помните, да, эти события, там, паранжу снимали и так далее. Когда это какой-то грань переходило, тогда, естественно, женщины поднимали за свои права. Это было. Даже по исламу этого нет. Ну, а теперь, возвращаясь на несколько вопросов назад, именно касательно вот этой организации людей, да. То есть, вы считаете, что все-таки вот эти люди, они организованы какими-то политическими силами, да? Я бы не стал говорить о политических силах каких-то серьезных, да, которые это могут делать. Потому что ни одна партия на себя это не взяла, значит, организация этих людей. Это есть, так скажем, люди, которые, значит, пытаются, возможно, значит, их используют, допустим. Может быть, кто-то из силовых структур, чтобы облегчить свои задачи и так далее. Сейчас трудно. Мы не гадать на эту тему не будем. Но то, что они пришли организованно, это уже говорит о том, что кто-то их специально подбирал для этих целей. Вот кто, но это вопрос, который должна выяснить милиция. Ну, еще как раз вопросы вызвали действия милиции, которые, ну, грубо говоря, даже сопроводило их. Это абсолютно безграмотные и, более того, провокационные. Это действия милиции, которые нанесли нашему международному имиджу. Ущерб нанесли. Какие действия теперь необходимы, должен предпринять министр внутренних дел? Должно быть провести служебное расследование и во всех этих фактах разбираться, разобраться и потом, естественно, довести до сведения общественности. Что и как, по какой причине это произошло. Это его обязанность. Потому что уже в парламенте прозвучали призывы привлечь к ответственности самого министра? Ну, надо сначала, прежде чем до министра добраться, надо на том уровне разбираться, чтобы все-таки исполнение шло внизу. Надо посмотреть, насколько там люди владеют, допустим, правовым материалом, чтобы они могли опираться на закон. С этого на уровне надо начинать. А вот в таких случаях, во время таких акций, возникновения каких-то непредвиденных ситуаций, как вообще принимаются решения? Это решение принимает лично начальник районного отделения или все-таки какие-то приказы спускаются сверху? По закону, по закону принимает, по закону, значит, территориальное подразделение органов внутренних дел. Территориальное, то есть по месту. И в законе есть такое понятие. Преступные приказы, незаконные приказы не исполняются. Если будет дана команда разогнать, допустим, да, или что-то использовать, начальник милиции территориально должен сказать, люди не нарушают, я не имею права выполнить ваш приказ. Пожалуйста, освобождайте от должности, поручите другому. То есть все-таки здесь должен был принимать решение начальник РУВД? Безусловно, безусловно. Он должен был взять на себя ответственность. Если бы кто-то приказал, отдали какой-то приказ, он его фиксирует. Если это письменный приказ или устный, присутствие кого-то, что нужно разогнать. Может быть, у высшестоящего начальника есть какие-то сведения, да, которые говорят, он отвечает, что там может нечто готовиться, поэтому надо принять такие меры. А он не владеет этой информацией. Может быть, такой случай. И он принимает такое решение. Но потом отвечает тот начальник. Представитель столичного ГУВД, кстати, назвал вот этот разгон демонстрации мирной, я еще раз особо отмечу, наведением общественного порядка. Можно ли назвать вообще вот эти действия милиции и разгон мирной, безобидной демонстрации, наведением общественного порядка? Не хочу комментировать глупости. Потом еще такой вопрос по поводу вообще согласованности действий государственных органов. Иски о запрете митингов в столице с 4 марта до 1 июля подала мэрия. Потом в Свердловском районе отозвали, но в остальных районах эти ограничения таки остались действовать. Но постфактум уже сегодня прокуратура сообщает, что на самом деле ограничение этих митингов было незаконным. Зачем такие вот ситуации возникают вообще? Знаете, у меня такое ощущение, что прокуратура могла бы раньше это принять. У меня такое ощущение, на чем-то оно еще основано, что все-таки и прокуратуре приказали сверху поступить по закону. Потому что когда кто-то, я уверен, прочитали закон о мирных собраниях, там прямо написано, для чего принимаются такие решения. В частности, допустим, Министерство здравоохранения, конкретный пример, говорит о том, что в связи с тем, что коронавирус, какие-то определенные ограничения должны быть. И местные органы власти, опираясь на рекомендации профессионального органа, который обязан здравоохранение, который обязан осуществлять общественную безопасность в области здоровья орган, специалисты сидят, и они говорят, что этого делать нельзя, собираться и так далее. В Москве, в других местах, где-то говорят, не больше трех, не больше пятнадцати и так далее. Вот в этом случае, если вдруг и будет такая угроза, то местная власть может запретить под этой маркой. Это будет в соответствии с законом. Скажет, да, вы можете, это ваши политические права, но больше пятнадцати вам нельзя собираться. Пожалуйста, обозначьте свою позицию, там, выйдите на митинг. Ну, это я условно говорю, там, пятнадцать или три человека, или сколько-то это решается, да. Или, например, сейчас, вот в разных духовных управлениях, в Кавказе, Таджикистане, Казахстане, да, принимают тоже определенные решения, издается фетва о том, чтобы ограничить проведение, допустим, пятничного намаза, джома-намаза, да. Это в связи с распространением коронавируса? Да, безусловно, да. И для того, чтобы потом уже тоже показать, что, вот видите, мы тоже переживаем. Это не наносит ущерба верующим, это, наоборот, защиту верующих идет, да. То же самое местная власть приняла какое-то решение, но это решение должно быть основано не на собственном мнении, что я считаю, что вот так. Это мнение должно быть основано на соответствующих рекомендациях органа, отвечающего за охрану общественного здоровья. В данном случае наш Минздрав. Вот вы как политик, как считаете, самостоятельна ли мэрия в принятии таких решений, или все-таки это было спущено откуда-то из, ну, правительства, из вышестоящего органа? Ну, мэрия, я считаю, руководится с благими намерениями, да, поскольку, вот, тем более, учитывая рекомендации Минздрава, о том, что вот так митинг прошел, допустим, да, не очень удачно, там, 2 марта и так далее, они, видимо, решили через суд, то есть не сами, хотя они могли бы сами тоже ограничить, да, вот, могли бы вот этот вариант сделать, вот, но если говорить о митинге 2 марта, то я считаю, конечно, здесь организаторы, их вина была в чем? Если он организует митинг, он должен прекрасно понимать, что может нечто выйти из-под контроля, и это может угрожать другим, следовательно, он должен был обеспечить хотя бы нескольких человек, которые должны были контролировать ситуацию, и когда время наступило завершение митинга, обязан был объявить и обязаны были своих людей увезти, вот тогда, кто остался там, на этом митинге, это уже было бы сняться, с ним милиция бы уже разбиралась по закону. Этот митинг, безусловно, здесь совсем другая ситуация была, здесь женщины были, здесь, конечно, здесь трудно даже представить, чтобы эти женщины пошли там и что-то могли там сотворить такое. Если женщины выходят и хотят эту проблему показать, безусловно, надо поддерживать. Спасибо вам за интервью, спасибо, что откликнулись ответить на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, взаимно. Спасибо.